Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск про велосипед спешилайзер на канале VivaOnline. И в сегодняшнем нашем выпуске мы пойдем развивать тему по максимуму. Сегодня речь идет о колесах. Мы предварительно накинули спицы на это колесико для того, чтобы понять нужную длину спицы и выделить точность 2 мм. Потому что посчитав на калькуляторе, заказываются легкие сомнения, что точность расчета на калькуляторе такая, какая хотелось. Ну и поэтому сейчас предварительно сборка колеса вот так выглядит. Мы ее сейчас распицуем и дальше обратно соберем. Как уже говорил в предыдущем выпуске, для заднего колеса мы взяли хоп. А вот с передним колесом пошла вообще самая бурная фантазия, которая речь зайдет в следующем выпуске. Но тем не менее, встречайте, втулка Mavic Detrax под прямую спицовку и на этой втулке будет собрано переднее колесо. Итак, теперь мы разберем колесо и подрезаем спицы, нарезаем новых спиц, накатаем резьбу и будем собирать наши совсем прочные легкие колесики с прямой спицовкой. В общем, те колеса, которые мы сейчас на аспекте оставим. Очень сильно устал спицевать вот эти колеса, но результат просто восхитительный. Прямо колеса собраны по-царски. Несколько часов был убит на это произведение искусства и в итоге мы имеем хоповку, втулку, описание которой вы можете найти в нашем канале. Спицы DT-шечки с сечением 1,8. Ну, стрейтплот C-Apimo пока довольно-таки тяжело приобрести, мы собрали на DT-шках. Не пиля латунь, спросите вы меня, почему не алюминий, да потому что эти колеса собираются, и главный критерий надежности колеса, колеса собираются под туризм. И обод Mavic 717, весом 400 грамм, это один из самых легких и при этом жестких ободов. Сейчас натяжение спицы достигает 115-120 килограмм, при этом спицовка стрейтпл прямая, и крутящий вент будет передаваться по максимуму. И теперь демонстрирую вам переднее колесико. А с передним колесиком мы подупоролись уже значительно серьезнее, чем с задним. С задним-то надо было вот конкретно замороться, чтобы найти хоповскую втулку, перевести ее на другую. А спереди, на контрейный велосипед, я решил поставить двадцатую ось. То есть, про вилку смотрите отдельный выпуск, там будет вилка с двадцатой осью. А спереди, для того чтобы срастить переднее колесо, я взял втулку от Mavic D-Trax, и сборка этого колеса это... Это отдельное испытание, просто после этой сборки хочется выпить что-нибудь алкогольного, расслабиться и забыть вообще про эту сборку колеса. Потому что укладка спиц в пазы, из которых они постоянно раят выпасть, это отдельная затея, то есть это отдельный алгоритм. Но, тем не менее, вот колесо срослось. Имеет такие же спицы DT-шечки 1.8 в сечении, 717-й маек и втулка D-Trax на двух промподшипниках. Сейчас очень важный вопрос будет про взвешивание. Честно говоря, я не знаю вес этого колеса. Всем интерес, мне тоже. 860 грамм. Вес переднего колеса, вес заднего. Килограмм ровно. Килограмм ровно, с трубболтами, со всеми делами. И на выходе 1,8 кг. Много. Много для контрильных легких колес. Но мы собирали колеса с заявкой, в первую очередь, на надежность, жесткость, прочность и неубиваемость. И для таких колес 1,8 кг это вполне нормальный вес. Итак, мы имеем очень жесткие колеса, надежные. И дальнейшая наша задача собрать велосипед до конца. Не забудьте смотреть другие выпуски про этот велосипед. С вами был сервис Вилайн. До скорых встреч.